В эфире разговор по существу. В последнее время в Магадане активизировались интернет-мошенники. Об этой проблеме мы поговорили с начальником отдела МВД по городу Магадану, Остапом Михайловичем Маланчином. Здравствуйте, Остап Михайлович. Здравствуйте. Прежде всего, хотелось бы спросить, вот в последнее время в интернете появились сообщения об этих мошенниках, да? Насколько вообще они активизировались? В основном, какого характера это преступление и кто эти люди? Это самые простые преступления, которые, скажем так, могут быть. Они относятся к категории дистанционных только лишь по той простой причине, что совершаются они не с нашей территории обслуживания, не с Магаданской области, а из-за пределов Магаданской области. Причем совершают их как с воли, так и лица, находящиеся в местах лишения свободы. Значит, какие способы совершения дистанционных мошенничеств в последнее время участились перед Новым годом? Значит, это самые элементарно простые. То есть люди, например, решают купить что-либо дешевле на интернет-сайтах, да? Выходят на связь на контакт, по телефону, пытаются договориться о поставке того или другого товара в Магадан смысле, при этом совершенно не проверяя, что это за сайт, насколько ему можно доверять, так сказать, и так далее. Проводят предоплату за этот товар, но в последующем, естественно, что ни товара, ни денежных средств, которые они отправили на покупку этого товара, к людям не возвращают. Какой предлог мошенничества? Да, элементарно простой. Допустим, на прошлой неделе было в один день зарегистрировано 4 факта дистанционных обманов, да, которые заключались в следующем. Значит, человек, а точнее ряд жителей города Магадана, их аж четверо человек, обнаружили в смысле объявление о продаже алкогольной продукции, в частности шампанского, и каждый из них на какую-то определенную сумму провел предоплату за покупку. Естественно, что это шампанское, к сожалению. Естественно, почему говорю, потому что никто же не проверял, действует ли этот сайт на самом деле, в смысле, насколько он легитимный, так сказать, и так далее, и тому подобное. Никто не проверял, поэтому деньги были отправлены, а, соответственно, товар, к сожалению, поставлен в Магадан, заказчику не был. Еще какие предметы для обсуждения в последнее время имеют место быть, связанные с дистанционными хищениями? Это объявления граждан, поданные именно на сайтах Авито, на других интернет-сайтах о продаже того или другого имущества. Когда покупатель намеревается приобрести то или другое имущество, например, детскую кроватку или детскую коляску, пылесос, я не знаю, да что угодно, то, что висит в продаже. Им звонят, говорят, что обязательно товар им понравился, они его будут приобретать. А что происходит в последующем? Они называют предполагаемому покупателю номер своей банковской карты. Предполагаемый покупатель уже знает их установочные данные, потому что они контактируют по телефону, называют друг друга вроде как по именам, по фамилии. И в последующем мошенник, который на той стороне провода, получив вот эти данные, реализует их элементарно простым путем. Выходит в программе Сбербанк онлайн, подключается к карте продавца. В результате, буквально на прошлой неделе, заявитель таким образом потерял со своего банковского счета, со своей банковской карты, 90 999 рублей. Ровно практически 100 тысяч было снято таким элементарно простым путем. То есть только лишь благодаря тому, что тот человек, наш заявитель в смысле, предоставил полный номер своей банковской карты, что позволило в последующем мошеннику похитить эти денежные средства с его банковского счета. И таких примеров множество. Более того, участились, естественно, к зиме, ближе к зиме, в случае покупки различных автозапчастей, тех же колес, авторезины, для автопокрышек, для транспортных средств к зиме, вроде как они на сайтах продаются дешевле, чем, скажем так, в розницу, в магазинах города Магадана. Но это сулит проблему самим тем людям, которые так или иначе пытаются приобрести это имущество, проводя предоплату. Безусловно, что этого делать нежелательно. Почему? Потому что, не убедившись в том, что этот сайт правом очень, да, что он действует нормально, что он, допустим, может быть осуществлял для кого-то аналогичного характера поставку товара, тогда можно было бы покупать имущество, скажем так, не боясь того, что будут проблемы. А так же получается совсем наоборот. Люди отправляют денежные средства в виде предоплаты, и только спустя некоторое время, после того, как товар не поступил, обращаются к нам за помощью. Таких заявлений в течение текущего года зарегистрировано более 250. Это только за этот год? Это только за этот год. Значит, естественно, что к Новому году такого характера обманы, они увеличиваются в количестве, пропорционально в количестве исчислений. Если брать последние, скажем так, последние месяцы, у нас практически дня не обходятся без такого характера обращений граждан, вот, обманутых различным образом. На днях буквально один из директоров детского садика, получив звонок о том, что якобы привезли игрушки для детского садика, которые будут выделены совершенно бесплатно для детского садика, клюнул на эту утку, так сказать. Что сделал он в последующем? До встречи, так сказать, с предполагаемыми поставщиками этих игрушек, он провел, вернее, не предоплату, а провел оплату 11 абонентских номеров, на которые перевел 60 тысяч рублей. произвел оплату 11, ну, то есть не оплату, а перевел денежные средства через банкомат на номера телефона на 11 абонентских номеров. Вот эти деньги, 60 тысяч рублей ушли, человек пришел к нам в дежурную часть, сообщил об этом, поняв, что он был обманут. Перед тем он даже разговаривал по телефону с начальником УГИБДД по Магаданской области Савейкиным Юрием Борисовичем. Убедился, что это действительно не Юрий Борисович ему звонил, потому что представились именно от имени Савейкина. Вот представились с сотрудниками ГИБДД, сообщили о том, что приехал транспорт, погружен, и вот эти игрушки будут переданы детскому садику совершенно бесплатно. Но вот на такую удочку вот он клюнул, мы пока еще проводим доследственную проверку, будем выяснять, безусловно, с какого региона звонили, где находятся вот эти абонентские номера, на которые были приведены денежные средства. Но это достаточно долгий процесс проведения оперативно-розыскных в последующем следственных, следственно-процессуальных мероприятий. Но такого характера факта имеет место быть, и нам, скажем так, от этого никуда не деться. Количество таких преступлений растет. Вот еще один из поводов, вернее, не из поводов, а из схем, что ли, обмана, да, еще одна, заключается в следующем. Допустим, наш житель когда-то заказывал БАДы. Это такие биологические добавки, да, к пище. Вот эти БАДы ему либо поставлены были, либо недопоставлены были. Но через некоторое время на него выходят по телефону злоумышленники. В общем-то, мы, забегая вперед, говорим о том, что это действительно мошенники. Значит, предлагают, опять же, этому человеку компенсацию за недопоставленные БАДы, либо за БАДы не того качества, якобы. Вот, и предлагают компенсацию в виде рублевого эквивалента, например. Для того, чтобы перевести эту компенсацию этому человеку, да, они просят назвать номер карты. Опять же, скажем так, в ходе разговора предоставляется сведение о банковской карте вот этого человека, в результате чего с этой уже банковской карты в последующем похищаются денежные средства. Причем не в малых суммах. Бывает, что у людей таким образом похищают и 100, и 200, и 300 тысяч рублей. И такие суммы тратить вот путем вот такой элементарной оплошности, конечно же, нежелательно. А поэтому мое выступление сегодня, оно, ну, прям обречено, что ли, это как крик души и просьба к жителям города Магдана. Постараться максимально обезопасить себя от такого характера действий, потому что они есть, они, пресечь их, ну, к сожалению, надо признать, это нереально. Вот, а соответственно, только от профилактики, в смысле, предупреждения наших жителей мы можем сработать лучше или, по крайней мере, снизить процент пострадавших в результате таких действий. Продолжение интервью с начальником отдела МВД России по Магадану Остапом Маланчиным вы увидите 20 декабря в 20 часов 15 минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова